Зелимхан, рады вас видеть в Газпром тренировочном центре. Вы стали сегодня игроком Зенита. Расскажите, что это значит для вас? Ну, это многое значит, конечно, попасть в очень сильную команду с большой историей. Это для меня новый вызов, к которому я готов и буду выкладываться на 100%, чтобы все были мной довольны и хорошо приняли. Расскажите какие-нибудь подробности о ходе переговоров. Долго ли размышляли и как принимали решение об этом? Ну, мы с семьей вместе принимали и с Германом, с агентом. Это решение. Ну, в любом случае, новый клуб – это не простоль. Это новое что-то. Ну, вот пришли к такому году, что здесь нам будет лучше всего продолжить карьеру. Вот. Как-то так. Поделитесь спортивными целями, которые вы ставите перед собой, также учитывая высокий уровень конкуренции, который вас ждет в Зените. Ну, естественно, хочу стать чемпионом. Вот. У меня еще нету чемпионского титула. А так все выиграть хочется. Конкуренция – это хорошо, она наоборот делает сильнее. Ну, меня так точно. Так что буду работать, доказывать и делать все, чтобы быть игроком старта. Понятно, что вы знаете многих зенитовцев по национальной сборной. Может быть, с кем-то общались перед тем, как приехать сюда? Нет, нет, ни с кем так не общался. Потому что так… Ну, я в секрете держал. Такие моменты я держу в секрете, чтобы лишний раз не говорить. Вот. Чтобы все нормально прошло, как говорится. Какие у вас первые впечатления от Петербурга? Очень красивый город, очень понравился. Вот. Здесь можно спокойно гулять и наслаждаться видами. Срок контракта 3 плюс 1. Почему пришли именно к такому решению? Что значит плюс 1? Я, честно, я не знаю. Мне, как сказали, вот такой срок. Он сказал, ну, ладно. Вот. Я именно в такие детали не лез. Как бы это… Ну, мое дело играть. Да, именно в нашем стиле. Там отец, Герман, они решают, как, что. А мое. Просто играть. Это так. К переходу из «Спартака» в «Зенит». Даже если с свободным агентом переходите, всегда такая история, которая всех будоражит. Чувствуете уже вот этот момент, что он такой немножко особенный? Ну, я понимаю, что это особенный момент. И еще скоро, еще лучше пойму, я думаю. Вот. Будет непросто, конечно. Но такова жизнь. Вот. Я буду работать, чтобы здесь меня приняли хорошо. С другой стороны, я… Ну, надеюсь, поймут меня тоже люди. Как-то так. Заключительный вопрос. Мы не успели посчитать. А вы считали, сколько голов вы забили «Зенитов»? Я забил один за «Тулу» и один забил за «Спартак», но его не засчитали. Вроде бы. Определились ли вы уже с игровым номером? Да. Седьмой будет. Семерка. Что-то это значит, цифра для вас? Нет. Просто нравится номер. Ну, хотя, с детства хотел тоже его, потому что под ним играет мой любимый футболист Криштино Рональди. С какими чувствами ждете первый официальный матч, который ждет нас в ближайшем сезоне за «Суперкубок»? Ну, я его жду, конечно. Такой матч большой и «Суперкубок». Вот. Такие матчи, наверное, все ждут. Такой антураж будет. И много болельщиков. Ну, и, естественно, соперник такой будет непростой. Вот. Ну, будем готовиться. Надеюсь, выиграем. Это интервью увидят множество болельщиков «Зенита», и у вас есть возможность что-то им сказать, как-то к ним обратиться. Ну, я хочу сказать, я буду делать все, что в моих силах, чтобы достойно представлять «Зенит», радовать вас, и чтобы вы, благодаря моей самоотдаче и моей игре, приняли меня. Продолжение следует...